Очень важный момент – это 23 глава, 16 и 17 стихи, очень имеющие прямое отношение к нашей сегодняшней жизни. Итак, 16 стих, 23 глава, книги «Встая законе» – «Не выдавай раба его господину, когда он спасается у тебя от своего господина. У тебя пусть он живет в твоей среде, на том месте, которое он выберет в каком-либо из твоих городов, где ему угодно, и не притесняй его». Теперь, то есть, это ситуация, когда дается политическое убежище, мы бы назвали это в сегодняшних терминах. То есть, человек спасается от притеснения, он бежит в нашу страну, мы обязаны дать ему политическое убежище. И он может сам выбирать, в каком месте ему жить. Прекрасно. Теперь, во-первых, ну, разумеется, это, как всем известно, это полностью отличалось от норм деятельности. Кодекс Хаммурапи, который был признан в то время, я уже говорил, по-моему, однажды, что все социальные установки Тары надо обязательно соотносить с теми установками, которые были приняты в то время. В частности, значит, прежде всего с кодексом Хаммурапи и Тара не отмечает мест, где установки Тары сильно отличаются от кодекса Хаммурапи. А нам, как раз, очень важно это понимать, поскольку все люди древности, все это прекрасно понимали, кодекс Хаммурапи был всеобщим законом Ближнего Востока. Вот, так вот, один из пунктов – это вот этот данный, когда, по кодексу Хаммурапи, те, кто укрывает беглого раба, наоборот, его надо казнить. И известно еще из древности, что Хабиру, опять-таки, Хабиру – это еврим или это не еврим, это вопрос сложный, нерешенный, соотношение историографии, истории, исторической науки и Тары. Но, по крайней мере, у нас из Телеманны, как известно в переписке, было там есть то, что жалуются фараону, что Хабиру – нехорошие люди, в чем они нехорошие, в том, что они не возвращают беглых рабов. То есть, это было, как бы, одним из, возможно, это было одним из именно еврейских принципов жизни еще не в Таре, а еще до Деавания Тары. И евреи, в смысле, евреи, потом Кевера. Но, по крайней мере, это вопрос, а на то, что это отличается от кодекса Хаммурапи, это точно. Теперь, и это замечательная установка, действительно, все очень хорошо. Но теперь, как же это применяется сегодня? Вот, значит, много можно встретить сегодня людей, которые говорят, ну, например, там, вот есть у нас африканские, так называемые, беженцы. Они убежали из своих стран, они прошли через ужасную ситуацию, когда их могли убить там на Синае, они через все это спаслись, и вот они теперь живут в Израиле. Мы не имеем никакого права, как говорят некоторые, их изгонять, они являются, мы должны им дать место жительства, как это так, нас самих евреев изгоняли, а мы будем их изгонять, и это недопустимо, это аморально. Теперь, что же у нас здесь с точки зрения Тары? Значит, здесь есть очень большая разница. Что, если мы посмотрим на текст, то ведь здесь не сказано, что любого человека, который пришел в твою страну, ты не имеешь права его изгонять, и ты должен дать ему жить. То есть, нигде здесь не предполагается, что любой человек, который к тебе пришел, ты должен ему дать жить. Ничего подобного. Более того, здесь не предполагается, что ты не можешь его ограничить. Самое главное, что здесь есть, это то, что его нельзя выдавать ему, господину. И то, что у тебя, пусть он живет в том месте, в котором он выберет, это только в том смысле, что ты не можешь ему выдать, его выдать, его господину. В этом смысле ты не можешь его притеснять. Но если к тебе просто пришли люди, которые говорят, что они вообще им нравятся в твоей стране, и им нравятся условия в твоей стране, то ни малейшей обязанности держать их в своей стране здесь нет. Иначе здесь было бы, если бы это было так, то тогда кто угодно мог бы прийти и сказать, что он тоже хочет здесь жить. И, разумеется, ничего такого нет. Здесь, во-первых, это касается только спасения, тот, кто действительно политический беженец, то есть, или там бежит от господина. И вторая очень важная вещь, она здесь не описана, прям текстом, но здесь предполагается, что этот человек, он подчиняется полностью еврейским образу жизни. То есть, ну, например, если он не принимает Тару, в смысле Дер-Таша, то он вообще не может оставаться в твоей стране. То есть, он должен, поэтому ситуация такая, что если кто-то политический беженец, и он принимает на себя установление Тары, и заранее осматривает себя, как беженца, которому помогают, и благодарен за это, и вовсе не пришел за получением, так сказать, социальной помощи, вот тогда действительно его ни в коем случае нельзя выдавать, как политического беженца. Но совершенно здесь ни с какой стороны нет установления, что если он просто хочет твои условия жизни, а сегодня что-то другая ситуация, Таруис не предполагает, что есть какая-то социальная помощь, предполагает, что он может жить и работать, поскольку он не может от тебя уйти, и для него есть опасность, то в современной ситуации, разумеется, никакой обязанности держать этих людей в Израиле нет. Опять-таки, я не хочу сказать, что есть обязанности их изгнать, здесь тоже, разумеется, этого нет. Но ссылаться на этот отрывок в смысле негантов из Африки совершенно неправильно. Это никак не соответствует тому, что здесь написано в таре. Вопросы? Дальше? Натан, вопросы? Да. Допустим, мигранты массово подают на юр и хотят пройти, и это значит, что есть, как разумеется, народный район. Это большой вопрос. Вы можете разматриваться? Не уверен, совсем не уверен. Думаю, что нет. А почему? Потому что предполагается, что у них есть совершенно твердые экономические выгоды, так так заявить. Если человек, например, был где-то в своей стране, был каким-то проеврейским или произраильским активистом, например, и выражал в своей стране какие-то еврейские, израильские взгляды, создал там себе какую-то общину, и там стало плохо, он оттуда бежал. Тогда нет вопроса, разумеется, ему надо дать все возможности для Диура. Да, есть какие-то основания, после них доказательства, а какие-то основания. Если человек в своей стране проявлял еврейские установки, то это совершенно другое дело, тогда, разумеется, мы должны ему помочь всячески пройти Диур, и чтобы он поселился. Но это совсем не то же самое, что происходит с африканскими мигрантами в сегодняшнем мире. Продолжение следует...